На ночь рассказывают сказки. Какие вам на ночь рассказывают? У нас шар волшебный такой есть, которым уводишь пальцем. И желание исполняет. И он желание исполняет. Я думаю, что вряд ли он желание исполняет. Но, по крайней мере, очень красивый. Дети любят прибегать и трогать пальцами этот шарик. И мы решили вам тоже рассказать, как же у нас прошел день. Как у нас прошел сегодня день. Сегодня был такой праздничный день, светлая Пасха. Великолепно прошел. Мы с детьми катались на лыжах. Бабушка приходила. Да, у нас бабушка приходила с племянницей. Кушали яички. Поздравляли всех со светлой Пасхой. И радовались друг другу. Ну и готовились к твоей командировке. Готовились к поездке, да. Скоро-скоро мне совсем ехать в аэропорт. Через два часа. У меня будет рейс до Москвы, из Москвы в Сочи, из Сочи. Через три дня из Сочи обратно до Москвы, из Москвы в Казань. Ой, кошмар. А что ты там будешь делать? Я буду обучать специалистов спеццентра. Только спеццентра? Три дня? Нет. Первый день, 9 числа, специалистов спеццентра. А 10-го, 11-го? А 10-го у нас будет всероссийская акция инспекторов по труду и всех, кто связан с трудом. То есть мы труженики труда. Те люди, которые трудятся на всяких предприятиях, министерств труда, будут встречаться и разговаривать. А мы будем им рассказывать и показывать нашу выставку, и рассказывать о том, что же такое ВИЧ. Думаешь, это интересно им будет? Ну, я думаю, что им это не интересно, но нам наша задача замотивировать их, рассказать о том, что... Что это важно. Что это важно, что это есть, и что если у них на предприятии окажется ВИЧ положительный человек, ни в коем случае его нельзя уволнять, а нужно дать возможность ему реализовывать свои творческие потенциалы и цели ставить. Для этого нужно просто пить лекарство, потому что ничего не... Жизнь... Жизнь от того, что у тебя ВИЧ-инфекция, ничем не отличается. Просто нужно пить лекарство. А ещё у меня сегодня был странный звонок, от которого... После этого звонка я немного расстроилась, потому что девушка звонила и говорила мне о том, что... Ай-яй-яй, ой-ой-ой, что же я творю? Я людей не тому обучаю. Она утверждала о том, что у неё подруга умерла от того, что начала принимать лечение. Глупая. Вот я ей пыталась объяснить, что на самом деле, скорее всего, позднее начало лечения. Но я выразила своё соболезнование, говорить ничего такого не стало, Потому что в этот момент эмоции девушки зашкаливали, и она прям вот звонила осуждающим на меня каким-то... От этого её смерти про чём тут? Ну, якобы я мало... Ну, не то, что мало работаю, якобы я не о том говорю. Нужно говорить о том у нас... Не о лечении в её контексте, не о том, что нужно лечиться. О чём, о смерти, что ли? Нет, о том, что... Она утверждает, что из-за лечения люди умирают. А вот я, кстати, про себя хочу сказать, что вот я пью уже препараты 11 лет. Кстати, не 11, а уже 12 лет, потому что дочери сейчас 11, а я начала с 16 недели беременности принимать препараты. То есть получается 11 лет и 9 месяцев. Так примерно получается? Ну да. Ну, 11 лет и 9 месяцев я принимаю антиретровирусные препараты. И хочу сказать, что я хорошо выгляжу, прекрасно. Да. Да. Живая вполне. Вполне живая, катаясь на лыжах. Тебя не видно совсем. Да. Вот рассказывают сказки по ночам мужу своему любимому. Ну, если бы каждый раз, ты ещё массажик делала бы. Я тоже хочу массажик. Вот именно, ты всегда просишь сама. Так ты всё равно не делаешь. А я прошу, прошу. Ох ты, через раз-то делаешь. Ну, через раз иногда. Вот. Поэтому пейте лекарства, если вам их назначил доктор. Потому что доктор это делает не просто так. Вот я беру... Может быть, пока-пока людям скажем. Да, давайте спокойной ночи. Бай-бай. Бай-бай. Бай.